Наша первая миниатюра как первое свидание. Мы тоже не знаем, к чему это всё приведёт. Представьте, глава пенсионного фонда в детстве в деревне у бабушки. Значит так, внучек, сейчас ты пойдёшь и соберёшь колорадского жука семи гектаров картофеля, потом прополешь два гектара клубники, и все деньги, что на тебя дали родители, я забираю себе. Бабуль, я пока не знаю как, но в будущем я тебе обязательно отомщу. Лене в классе завидовали и мальчики, и девочки, потому что и грудь, и усы у него начали расти быстрее остальных. Давайте представим, Леонид Якубович дома ищет заначку. По поцелую о человеке можно сказать многое. Я, например, сразу понял, что не буду за него голосовать. Продолжение темы любви. Случай в магазине «Мир дверей». Здравствуйте! А у вас же все двери есть? Конечно, это же «Мир дверей». А есть дверь, как в фильме «Любовь и голуби»? А материал какой? Дуб, ясень? Не, вы не поняли. Ну, которую открываешь, и сразу в море можно упасть. Кажется, я понял, что вам нужно. Сейчас посмотрим по базе. Так, значит, есть дверь из иронии судьбы, но ее вам не советую, к ней ключи у любых московских алкашей есть. Так, есть дверь от коморки, что за актовым залом, где репетирует школьный ансамбль, но она вам, наверное, не подойдет. Это же из песни. О, так, осталась всего одна прозрачная стена в квартиру Шпака. И, знаете, к сожалению, все двери в море из «Любовь и голуби» закончились. Закончились, да? Вы что, тупой? Какие двери в море из «Любовь и голуби»? Это магазин «Мир дверей» на Новослободской. Ну, ладно, буду искать. Удачи. Братан, купаться идем. Водичка супер. Да подожди ты. Никому тебя не продам. Моя девушка сказала, что хочет умереть со мной в один день. Я спросил, что это ты задумала? Итак, финансово-аналитическая передача «Наши дни». Добрый вечер. В эфире передача «Пьем чай с финансовыми аналитиками». И сегодня мы обсуждаем кризис в России, которого, по сути, нет. Вы знаете, я его, например, вообще не ощущаю. Тем более цены на нефть растут, доллар стабилизировался, и можно сказать, что кризис уже отступил. Как считаете вы? Знаете, я полностью с вами согласен. Более того, я бы даже сказал, что мы не только выбрались из кризиса, но и даже начали немножечко обрастать жирком. Ну и самое главное, что хотелось бы сказать в конце. Главное это что? Это уверенность в завтрашнем дне. Шутки закончились, поэтому анекдот. Попали как-то на небитаемый остров американец, француз и русский. Так Владимир Познер один на небитаемом острове и просидел. А если ваш бизнес идет хорошо, рано или поздно к вам придет налоговая. Давайте представим, налоговая пришла в магазин приколов. Здравствуйте. Это магазин приколов? Нет, они переехали 7 лет назад. Ой, извините, пожалуйста. Да я прикалываюсь, это же магазин приколов! Я знаю, что вам нужно. Смотрите, абсолютно неправильно считающий калькулятор. Это очень смешно. Смотрите, 2 умножить на 2,76. Вчера вообще 53 показал. Вы тут работаете нелегально. На этом адресе нет ни ООО, ни ИП. Ну да, так в этом и прикол. Это же магазин приколов! Прикольщик, тебе грозит штраф с конфискацией. Как-то вы слишком дерзко разговариваете. Вообще знаете, кто я насмотри? Директор моря? Нет, вот. Мастер спирта международного кваса? Нет. Папа Рюмский? Нет. Ветеран Куликовской битвы? Не-а. Мистер Твистер бывший министр? Нет. Мистер Твистер миллионер? Нет. А, да, мистер Твистер миллионер. Ну я вас поздравляю. Давайте, может, просто договоримся? Банкноты банка приколов. Ну да, сейчас такая ситуация в стране, что любой банк может стать банком приколов! И в конце. Тема приветствия, первое свидание. Для нашей команды это уже пятое свидание с высшей лигой. И по идее, нам уже должно что-то перепасть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok